Всех приветствую на своем канале, дорогие мои подписчики и девчонки, которые любят вязать по моим урокам. Сегодня я хочу провести обратную связь и ответить на ваши вопросы, оставленные в комментариях под видео. Чаще всего это задают вопросы, на те, которые я могу моментально ответить. Но сегодня я стал на повестке дня такой вопрос, что я быстро говорю и объясняю. Честно говоря, это моя личная особенность, а иногда просто не хватает времени, чтобы более подробно и более, скажем так, зацикленно объяснить, как провязывать ту или иную деталь. Поэтому сегодня с помощью ютуба я вам покажу, как можно настроить, чтобы мои движения и мой голос был более медленным. Выбираете в правом нижнем углу такое вот колесико, это настройки. Кладете мышкой и здесь высвечиваются такие подпунктики, как аннотации, скорость, субтитры и качество. Выбираете скорость. Чаще всего это обычная. Теперь же вам, к примеру, хочется замедлить мои движения и голос выбираете 0,5. Что мы получаем в итоге? Как вы видите, мы получаем более замедленные действия движения моей руки. Я более объясняю вам для зрения более медленно и понятно, но голос немножечко подвыпивший. Если же вам и этого мало, то в принципе можете выбрать 0,25. Как вы видите, мы получаем более такое доли секундное, понятное видео для глаз, но мы не слышим, что я говорю и что я объясняю. Бывают такие моменты, что наоборот вам хочется, чтобы я быстрее провязала. Вы уже все поняли, а я продолжаю вязать. Выбираете 1,25, то есть ниже обычной графы и получаем вот такое видео. Я получаюсь еще более болтливая, но зато мы продолжаем в более таком ритмичном движении вязание. Итак, в общем, бывают такие моменты также, что, к примеру, я вам говорю, что без изменения провязываем 2 ряда или, к примеру, 726 столбиков без накида. Выключаю камеру и тогда включаю, продолжаю. Вы можете также просто нажать на паузу и, допустим, провязать ваши 726 столбиков, затем включаете воспроизведение видео и продолжаете вязать вместе со мной. Я надеюсь, что этот вопрос у нас остался понятен и закрыт. Приступаем ко второму. Это такие моменты, как я оговариваюсь во время вязания, либо пояснения. Честно говоря, это рабочие моменты, на которых не стоит зацикливаться. То есть бывают такие моменты, что я, к примеру, вяжу платочной вязкой, говорю, провязываем чулочной вязкой и так далее. В общем, я надеюсь, что если вы поняли, о чем я, допустим, говорила, то на этом не стоит зацикливать свое внимание. Опять же, я вам говорю, что это рабочие моменты. Если вы не верите в это, то можете просто, к примеру, взять какой-то связать образец и вслух проговорить то, что вы делали. Я вам честно скажу, это не так-то просто. Теперь же приступаем к третьему вопросу. Это как мешает реклама. У вас высвечивается окошко, которое закрывает обзор, допустим, вязания. Вы просто в правом верхнем углу нажимаете в квадратике X, то есть закрываете рекламу. И все, она вам, в принципе, не мешает. Или бывает такая реклама, как пропустить рекламу и продолжить просмотр. Вы тоже клацаете по этой строчке и, в принципе, реклама закрывается. Я надеюсь, что я вам, в принципе, ответила на все ваши вопросы. Я надеюсь, что вам нравится мой канал. Вы, те, кто подписаны, люблю вас, обожаю. И те, кто не подписаны, присоединяйтесь к нам, будем вязать вместе. В общем, ровных петелек вам. Те работы, которые у вас получаются после моих видеоуроков, вы можете выставить в группе ВКонтакте. Ссылочку я оставлю под этим видео. Обязательно выкладывайте свои фотографии полученных изделий. Я с удовольствием их прокомментирую и полайкаю. В общем, люблю вас. Ровных петелек вам. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok